ПОЛЯРНОЕ МНЕНИЕ Юлия Талеева Юлия, скажите, пожалуйста, вот вы, несмотря на свой юный возраст, сменили уже 4 места работы. С чем это связано? С зарплатой. И там, ну, смотря где, если, допустим, у индивидуального предпринимателя, это мой первый опыт работы, нет, не первый, второй, то он не хотел устраивать по... Да, нет, по трудовой, чтобы все оформлено было, как должно быть. Вот, и зарплата. Допустим, месяц я отработала, он пообещал, что один месяц поработаешь, потом мы тебя устроим по трудовому, потом тебе зарплату поднимем. А там были вообще копейки, это, как бы, я пошла, потому что не знала, куда идти, и нужен был опыт работы. В итоге я ушла оттуда, потому что он, то, что он обещал, ничего не было. Вот. И в итоге, когда я еще ходила, он еще не хотел мне выплачивать зарплату. Вот это было, я два дня ходила, и вот трясла, трясла, в итоге он мне выплатил. Вторая была, я уже, ну, тоже по специальности бухгалтер, там я отработала немножко, ну, три месяца, тоже ушла, потому что там зарплата тоже маленькая была. А почему я ищу зарплату побольше, потому что мне нужно оплачивать за квартиру, это я снимаю, плюс еще нужно оплачивать за учебу, это высшее образование, то есть, поэтому. И сейчас, наверное, у меня уже, ну, на четвертое место, пока меня все устраивает, устраивает коллектив. Но не по специальности? Не по специальности, да. А кто по специальности вы? Я по специальности бухгалтер. Бухгалтер. А сейчас работаете? Сейчас я работаю администратором сайта. Но хотела бы работать по специальности, да? Нет. И по специальности не хотела? Я поработала два раза, и я, ну, как бы, знаю, что-то не мое. Как бы я отучилась. Я не жалею то, что я отучилась в колледже на бухгалтере. Но это какие-то знания дало. Ну, экономическое образование на лучшее, когда первое. Вот. И больше всего я общественник. Поэтому я искала... Как бы мне было неважно. Либо бухгалтер, либо еще какая-нибудь другая специальность. Лишь бы хорошая зарплата. Да, чтобы я смогла жить. Тем более в наших условиях, в нашем городе. Юля, если бы тебе предложили работу по твоей любимой специальности. По твоему любимому делу. Но при этом зарплата была, скажем, средней. Или предложили бы большую зарплату, но там вообще не по твоей профессии. Ты бы что выбрала? Ну, если бы у меня была бы квартира своя, была бы машина. Я бы выбрала ту специальность, которая мне ближе. То есть, чтобы я ходила, просыпалась каждый день утром с удовольствием. Шла, чтобы я от этого получала удовольствие большое. То, конечно же, пошла бы. Ну, при этом у тебя должна быть машина, квартира, да? Ну, если бы, да, как бы все же стремятся к чему-то. Все хотят что-то получить. То есть, для этого и живем, чтобы в свое удовольствие. Вот жить в свое удовольствие. То есть, вот что это для тебя? Это значит иметь машину, квартиру, да? Вот материальную основу. Конечно. Как же без этого? Юра, вот ты когда начинал работать? Для тебя что было важно? Ну, вообще, мой трудовой путь начался, наверное, раз в 14 лет. Я, как только получил паспорт, устроился в службу заказчика. И ходили мы бригадами, собирали мусор по городу. Ну, собственно говоря, для чего я пошел работать? Мне, в принципе, было важно. То есть, мне в 14 лет я получил паспорт. Я, наконец-таки, могу пойти работать, почувствовать себя взрослым. Вот, собственно говоря, оттуда начал самую... То есть, я, например, начиная с класса 8-го и постоянно каждое лето, то есть, пока я учился что в школе, что в техникуме, я каждое лето работал. То есть, я не ездил ни в отпуска. То есть, у меня прям начало, как только закончить экзамены, я, собственно говоря, иду где-нибудь, нахожу себе работу. И все лето, прям до 31 августа, я все время работал, работал, работал. Вот, потом я после окончания техникума поступил на высшее образование, на заочное отделение, а вот, а параллельно я работал в коммерческой деятельности, там, в сфере мобильных технологий и так далее, и так далее. Вот, но спустя 2 года я оттуда ушел, и сейчас уже 5-й год работаю в Центре молодежной политики. Ну, для тебя было важно, неважно, где ты работаешь, тяжелая работа, грязная работа, да, главное, чтобы, да, все-таки ты был самостоятельной, самодостаточной личностью, да? Ну, да, мне в первую очередь хотелось действительно стать самодостаточным, потому что, ну, как бы не было особой нужды в том, что прямо там семья была, жила очень бедствовала и так далее. То есть, у меня было именно желание просто работать и, как бы, гордиться тем, что я на свои кровно заработанные деньги мог что-то себе приобретать и, может быть, разгружать чем-то своих родителей. Угу. А вот для тебя важна вот оценка твоих коллег, да, вот какой-то профессиональный рост в работе или все-таки материальная сторона? Да нет, конечно, профессиональный рост в любом случае. Я человек достаточно амбициозный, поэтому куда бы я ни приходил, у меня всегда есть желание добиться максимума, что это было на предыдущей работе, даже в коммерческой сфере, когда вот я работал, я спустя буквально полгода, то есть, видимо, руководство высшее во мне увидело какой-то потенциал, и буквально спустя полгода я уже был руководителем офиса продаж. А еще спустя буквально 4 месяца я стал руководителем этой сферы вообще в регионе. То есть у меня было порядка 15 человек в подчинении, мне было всего на тот момент лет 20, наверное. Вот, собственно говоря, естественно, у меня всегда куда бы ты ни приходил. То есть зарплата, конечно, зарплата, но хочется действительно максимально добиваться своих целей, потому что когда ты растешь на одном месте, потом ты потенциально переходишь в другую сферу, может быть, которая более статусная, и, собственно говоря, и там, и там, то есть, хоть до президента. То есть для тебя важен, да, это профессиональный рост. Ты у нас работаешь в сфере молодежной политики, и тебе, наверное, будет важно услышать мнение наших молодых людей. Мы сегодня, кстати, провели опрос. Давайте посмотрим, что думают по этому поводу молодые люди Наринмара. Я хочу как специалист реализоваться, ну, то есть, чтобы не просто просиживать там на работе время, то есть, принести какую-то пользу, ну, быть настоящим специалистом. Мне ближе точка зрения все равно получить образование и как-то самому этого добиться, чтобы, ну, может быть, быть уверенным в том, что он у тебя будет постоянный, и что ты этого не потеряешь. То есть молниеносный заработок, он как есть, его также может и не стать быстро. А когда ты точно знаешь, что ты делаешь, что ты это делаешь, и постепенно добиваешься целей, которые поставил для себя. Для тебя что главнее, материальные ценности или профессиональные? Профессиональные. То есть, чего-то достичь в этом обществе не просто, чтобы тебе было много денег, и при этом ничего не имея за собой. И быть признанным, и получать много денег. Карьерный рост, мне кажется, это тоже главное в любой работе. Все надо расти выше, выше. Зачем стоять на месте? В основном, Юля, наши молодые люди все-таки хотят признания в обществе, в своей профессии, профессионального роста. Но для тебя все-таки, если тебе предложат карьерный рост или большая зарплата, ты выберешь большую зарплату, да? Ну, это зависит от обстоятельств. А ты вот хотела бы тоже карьерный путь, вот твоего оппонента начался совсем, да, с такой, скажем, не очень лицеприятной работы, да, когда он там собирал бутылки. Вот твой как карьерный путь? Ну, я тоже начинала работать с 15 лет. Я когда была студенткой, и для этого я тоже никого не ездила, не знаю, что такое отпуск, там куда-нибудь съездить. Работала, я сама с Красного, а работала в магазине продавцом. Зарабатывала все деньги, то, что вот зали ты заработаю, это мне все, вот, хватит. Должно хватить хотя бы на полгода. А цель какую ты преследуешь? Ты сейчас говоришь, что работаешь не по специальности, да, но тебя устраивает заработная плата. Ну, допустим, когда я устраивалась бухгалтером по своей специальности, я пришла в организацию, и мне сказали, ну, главный бухгалтер сказал, нам тебя невыгодно брать, потому что ты молодая, потому что ты, если выйдешь замуж, то ты уйдешь в дикетный отпуск, тебя нужно учить, тебе нужно там показывать, объяснять, а у нас нет времени. Еще и впереди у них была годовая отчетность. Вот они так мне прямо и сказали. И это даже во многих организациях, они не берут молодых специалистов без опыта. А где опыт взять, если никто не берет? Или же только через, если у меня был бы там, не знаю, дядя там сидел бы где-нибудь выше, то, может быть, взяли бы. Это зависит от связи. Юра, у вас были проблемы, когда устраивались на работу? Требовался опыт? Ну, вообще, изначально, когда я куда-либо устраивался на работу, то есть я по образованию, по профессии, ну, то есть менеджмент руководитель. То есть изначально, конечно, куда бы я ни пришел, возьмите меня руководителем, но это же, ну, бред. Соответственно, куда бы я ни приходил, начинал всегда с самого низшего. То есть постепенно, постепенно, до какой-то, вот, и в итоге оказывалось так, что там руководящий должен, что я сейчас, вот, являюсь начальником отдела, собственно говоря, сейчас я работаю, может, по своей профессии. Ну, вот проводили российские ученые, да, опрос, и выяснили, что у нас большинство молодежи, хотя сразу после института, после получения образования, да, высшего, идти либо в чиновники, да, либо на высокооплачиваемую работу. Вот как ты думаешь, специалист, который сразу пришел на высокую должность, да, только что окончив институт, он хороший будет специалист или нет? Или все-таки надо пройти вот эту цепочку? Ну, у нас ведь студенты есть, которые неродилы, скажем так, ходят и получают диплом просто там непонятно каким образом. А есть ребята, которые действительно учатся в крупных вузах, которые проходят различные практики международные по обмену и так далее. То есть тут нужно рассмотреть, мне кажется, на каждого в отдельности индивидуально, но понятно, что там начальниками каких-то сразу крупных корпораций не становиться не могут, и начальниками каких-то отделов, допустим, каких-то администраций, понятное дело, что эти люди стать не могут. То есть нужно, мне кажется, в любом случае, человек, чтобы прошел какой-то этап, скажем, к становлению себя как личности, как трудовой ресурс. И, собственно говоря, после этого уже можно давать какую-то возможность расти дальше. Юля, ну ты, наверное, всё равно ставишь перед собой какую-то цель, да, чтобы достичь чего-то материального, да, понятно, что... А что для тебя вот эта высшая ступенька? Вот каждый из нас строит и ближайшие планы, и дальние. Вот для тебя, вот какой предел будет, что для тебя будет вот этот высокий предел твоих достижений? Мне кажется, нет предела, потому что нужно с каждым разом, с каждым годом появляются новые цели, и они ещё лучше, и ты допустим добилась этой, то нужно последовать и другой добиваться. Юра, скажи, пожалуйста, вот ты работаешь с молодёжью, молодёжь вот наша, как ты можешь охарактеризовать? Всё-таки для них важнее деньги или важнее всё-таки какое-то признание? Или вы работаете с активной молодёжью только? Ну, в основном, конечно, да, с активной молодёжью, вот, но вообще, конечно, молодёжь разная бывает, кто-то действительно, у всех интересы разные, кому-то действительно хочется себя проявить, показать, какой он классный организатор, лидер и так далее, и так далее. Кто-то, например, просто замыкается в своём каком-то кругу, то есть у него есть компьютер, есть подростки и молодёжь, которые занимаются, ну, скажем так, ведут социальный образ жизни, абсолютно разная молодёжь, у каждой, у каждой ячейки молодёжи есть свои интересы, поэтому мы в основном работаем, конечно, с активной молодёжью, их вовлекаем и так далее, и так далее. Но у них, конечно, интерес максимально себя самореализовать на данном этапе. А я хочу напомнить нашим зрителям, что у нас сейчас в прямом эфире объявлено голосование. Голосуйте, карьерный рост важнее денег. Варианты ответа 1. Да, 2. Нет и 3. Не знаю. Отправляйте смс на номер 5533, пишите нау, пробел и цифра варианта ответа. Будем ждать. Юля, скажи, пожалуйста, вот твои родители, да, когда воспитывали тебя, что они вот говорили тебе, у неё важно, да, откуда, такой идёт, у тебя всё-таки есть вот эта материальная основа, но это хорошо, да, мы ни в коем случае не осуждаем. Вот они как тебе говорили, что надо всё-таки выучиться, быть хорошим специалистом, работать по специальности или идти туда, где тебе больше платят? Нет. Говорили то, что образование, конечно, же нужно. Ну, как бы без образования вообще никуда, даже сейчас без высшего. Ну, мало кто берёт, допустим, со средним образованием. А так, ну, мои родители, ну, как бы, когда я училась в школе, как бы, почему-то мне ввели в подсознание то, что я должна поступить на медицинское образование. А в итоге всё как-то поменялось, в итоге я пошла в финансовое. И как бы так вот они надо мной не ходили, там вот и даже на то-то, потому что у нас, ну, как бы семья большая, у меня ещё четыре брата, крыло меня. И как бы надо мной, конечно, времени не было, чтобы ходить, там, тебе нужно то-то-то, как бы всё сама. А высшее образование ты будешь получать? Я сейчас учусь, да, у меня, ну, на первом курсе высшего образования, направление юридическое. И юридическое уже, да? Да, государственный профиль. Угу. И по юридическому ты не хочешь в направлении потом работать? А почему, так, в смысле, да, поступать? Юридическое. Я поступила на юридическое. А там, если мало будут платить? Ну, как, может быть, в том времени я уже приобрету себя, квартирую и машину, и, может быть, будет неважно. Ну, смотря как получится. Угу. То есть твоя проблема, что не брала работодатель на работу, ссылаясь на возраст, да, ссылаясь на недостаточный опыт работы, да, и поэтому ты не могла найти работу именно вот такого, да? Да, тем более сейчас, вот сейчас очень сложно найти. Даже, допустим, мои одноклубники, мы выпустились, ну, совсем недавно, года два назад, и, можно сказать, половину, либо меньше половины, они не работают по специальности. Там кто-то предавец, кто-то там был в декрете, кто-то еще ищет. Как бы сложно найти из-за... Тем более сейчас сокращение идет. Угу. А вот для твоих друзей, подруг, что важнее? Материальной ценности или все-таки? Ну, разные они есть, есть одна знакомая. Допустимее важно, чтобы была работа, не важно сколько, платит 25, платит, пусть платит. И так вот. Ну, люди же разные бывают, и молодежь сейчас разная. Как бы я им постоянно говорю, что нужно там туда идти, туда искать, там, помогаю там, конечно, ну, зависит, да, чтобы не искали себе работу, чтобы у них как бы все удовлетворяло, и зарплата, и сама работа, чтобы нравилось. Угу. Но вот получается, что ты сейчас получаешь юридическое образование, да? Через сколько? Через 4 года, да? Да, через год, да, через 4 года. И будешь искать вот через 4 года, когда получишь, да, новую работу по юриспруденции, так скажем? Ну, это зависит, не зависит, ну, как сказать, это зависит от обстоятельств. А может быть, меня завтра возьмут и уволят, ты его узнаешь. Может быть, мне приедут снова будут искать, как бы... Но пока планируешь не менять работу? Да, пока я работаю, меня устраивает зашплата, меня устраивает живучий коллектив, устраивает сама организация, где я работаю. А перспективный рост у тебя есть там на этой работе? Как перспективный рост? Ну, ты видишь вот дальнейшее свое в этой компании, вот себя видишь, вот свой профессиональный рост? Ну, да, вижу, да. Если бы не видела бы, я бы там, наверное, не сидела бы. Юра, а у тебя какие планы на будущее? Да, наполеоновские планы, конечно. Мне как только дальше, дальше расти, расти, вот и в этой сфере. То есть это не предел для тебя? Конечно, нет, нет. А сколько тебе сейчас лет, если не секрет? 25. 25. И ты уже начальник отдела, да? Юля, а тебе? 22. О, 21. 22. Да. Ну, а что ты, поделись, пожалуйста, как ты будешь к этому идти, да, вот? Ой, да, на самом деле, ей много, конечно, это нужно тут отдельную передачу, наверное, снимать по этому поводу, вот. Но, конечно, максимально сейчас сосредоточен именно на развитии именно в твоей сфере, в сфере молодежной политики. Вообще, в перспективе, конечно, вижу себя в дальнейшем политиком. Политиком. Ну, кстати, вот ссылаясь на этот опрос, да, почти 75% хотели идти в политику, да, быть чиновниками. Вообще, а как ты думаешь, надо получить хорошее образование, и можно ли быть вот востребованным и комфортно себя чувствовать, чувствовать и в каких-то узких специальностях. У нас сейчас не хватает, да, врачей, не хватает учителей, воспитателей не хватает, не идут туда молодежь, потому что это не перспективно, да. Не перспективно считается, что это много сил требует, а зарплата небольшая. Вот как вот заинтересовать людей, молодых? Ну, вообще, насчет того, что эта работа не перспективна, тут бы я, конечно, поспорил, потому что врачи, это всегда перспективная работа, на мой взгляд. Тем более, если ты действительно работаешь с максимальной самоотдачей, то не Нобелевские премии люди получают, поэтому говорить, что бесперспективно, абсолютно неверно. Так же, как и говорят, что воспитатели не перспективны, педагоги не перспективны. По-моему, любая работа перспективна. Если ты просто, грубо говоря, ремесленник и сидишь, занимаешься, с утра пришел, тело вечером встал, ушел, то, естественно, у тебя никакая перспектива. Просто работать за зарплату. А если ты работаешь с максимальной самоотдачей, с стремлением к каким-то нововведениям и так далее, то, мне кажется, твоя работа будет... Есть же и учитель года и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что и можно расти, в любой сфере можно расти. Ну, да, расти можно в любой сфере, но, смотрите, у нас все равно остается проблема, что у нас не хватает этих кадров, да. Как вот заинтересовать молодежью? Вот научить их или вообще, что все-таки профессия перспективная, она может быть любая, да, что ты можешь добиться успеха. Можно быть и счастливым, вполне слесарем, да, и автомехаником. Но все хотят быть политиками. Ну, большинство, они говорю про всех. И говорят, что надо пройти такой путь, что чего-то добиться. У нас же не хотят вот эту вот, да, цепочку эту пройти от узкого специалиста, потом начальник отдела, потом начальник, там, допустим, производства и выше, да. У нас все хотят сразу. Да, конечно, все хотят. Все и сразу. Все и сразу, и на большую зарплату. Юля, вы бы так хотели, не работать там специалистом простым, а потом сразу вот начальником, все, на высокую зарплату. Нет, все же начинают с нуля, и по ступеньке тихонечко поднимаются, поднимаются. Как бы, не зря, я, допустим, ну, четыре, если место работы я сменила, получается, это и есть, как бы, мой пошаговый к тому, к чему я стремлюсь. А насчет, допустим, взять воспитателей, ну, у меня есть подруга, которая работает, она тоже закончила года два назад, мы вместе выпустились. Она училась на учителя физкультуры. И сейчас она, ну, совсем недавно устроилась в детский садик. И там зарплата, конечно, вообще очень маленькая. Ну, как бы, я не представляю, как она вообще живет, но, как бы, у нее есть своя квартира. Вот это вот плюс то, что, как бы, тоже она учится на высшем образовании, и получается, и там она откладывает там на коммунальные услуги, на учебу, на пропитание, и там совсем копейки, может быть, остаются еще там для себя. Но это тоже, мне кажется, как-то не это. Ну, ты бы не стала так работать, да? Ну, как, ну, как не стала бы? Если бы я не стала бы, то я бы, когда закончила бы колледж, бы сразу, наверное, пошла бы там зарплату, ну, с большой. Я в течение года как бы сменила. Я работала, первая работа моя, нет, да, первая моя работа по специальности, у меня зарплата была 15 тысяч. 15. Вот. А при этом мне нужно было где-то жить, чем-то питаться и одевать себя. А это где была работа? Это я была у ИП. Он то у меня там взял, потому что там, вот ты там без опыта, как бы так и так, я тебе там могу дать пока 15 тысяч. А вторая работа? 22. Это где тоже участника? Это, да, это СПК. И сейчас? Потом, так, третья. Ну, да, и сейчас, как бы, сейчас, конечно, больше. А на какой-то из этих работ тебе нравилось работать, нет, вообще? Если бы, например, зарплата была нормальная, то ты бы там осталась? Ну, мне кажется, еще зависит, ну, как бы, не только где ты работаешь, как бы, какая специальность нравится тебе, тебе или нет, еще зависит от коллектива. Ну, если, когда я пошла работать бухгалтером, и мне бухгалтер говорит, учись сама, делай сама, а ты сидишь и не знаешь, как это делать, и там же все, эти счета, это же нужно быть, как бы, внимательным, если ты сделаешь ошибку, то, как бы, все, ты будешь виноват. Ну, как бы, зависит еще от коллектива. Если бы они не помогали бы там, я бы, может быть, осталась бы. Ну, вот сегодня, как раз руководитель департамента образования Галина Медведева на научной конференции сказала, что важно для специалиста иметь несколько специальностей. Вы знаете, вот когда они получают, допустим, техника колок, да, выходит из аграрно-экономического техникума, он еще получает рабочую специальность, он может работать лаборантом, допустим, на производстве. Как ты, Юра, считаешь, вот этот выход из положения, если, например, человек выпустился, да, не устроился по одной специальности, будет устраиваться по другой? Я думаю, конечно, выход. Тем более, на первых парах, где человек выпустился, то есть, ну, нет же никогда гарантии, что конкретно ты выпустился, ты знаешь, куда пойдешь. В любом случае, ты выходишь на биржу труда, возможно, ты первые месяцы вообще будешь и не по профессии работать. А то, что вот есть такая возможность, что у тебя есть, грубо говоря, запасная профессия, рабочая, я думаю, что это подспорье, тебе будет трудоустроиться временно, зарабатывать хотя бы какую-то сумму и параллельно искать уже работу ближе к своему профилю и на то, что ты учился непосредственно в первую очередь. Вот Юра, да, тебе предложил такой, можно сказать, да, вариант, чтобы, например, учиться, да, и потом искать уже и высокооплачиваемую, и работу по профессии. Все-таки, если с места на место будем прыгать, то мне кажется, мы не добьемся, вот как ты считаешь, Юра, лучше искать, вот как, ну молодежь это так у нас и делает, да, пришел по специальности, нет, не нашел, зарплата маленькая, пошел на другую, вообще работал по другой специальности. Ну, есть у нас много таких людей, у нас в Наримаре, конечно, не много таких людей знаю, но вообще есть такие люди, их называют, наверное, может быть, фрилансеры, то есть люди, которые пришел, понравилось, поработал, потом как-то надоело просто, бывают же разные причины, просто надоело, просто не понравилось и пошли куда-то, постоянно если мигрирует, мне кажется, вообще, в конце концов, отпуск не заработаешь. Я тоже так думаю, например, может быть, лучше не мигрировать, может быть, надо было и остаться на какой-то работе, да, и посмотреть, чтобы работодатель тебя оценил, все-таки нельзя же человек там узнать за месяц, за сколько, кстати, проработал на каждой из работ? На первые за 15 месяца два, потом по специальности месяца три, да, и сейчас вот где я работаю год уже, да, уже год, сейчас уже второй год идет. Да, Юра, как ты считаешь, может быть, стоило подольше поработать? Да, я думаю, что да, даже если бы я, грубо говоря, был потенциальным работодателем и ко мне пришел человек, у которого в трудовой книжке он меняет свою работу каждые два-три месяца, у меня задумывается вопросом, зачем мне такой человек, во-первых, нужен, я его сейчас возьму, приму, обучу, и он завтра от меня убежит, то есть, либо это у человека какие-то проблемы вообще, может быть, с дисциплиной и так далее, то есть, ну, действительно, по трудовой книжке, ведь ушел по собственному же, там же, надо очень грубо совершить нарушение, чтобы тебе, естественно, статью написали и так далее, и так далее, то есть, ну, я бы, например, задался вопросом бы, нужен мне такой человек вообще. А работодатель, который тебя принимал на работу, не задумывался над этим, не смущало его запись трудовой книжки, что вот 21 год и 4 места работы. Больше всего меня смущало, я тоже думала, как я пойду, у меня же там, немножко там поработало, там что-нибудь скажет, нет, не смущало. Он меня не задавал вопрос по этому поводу. Не задавался, да, таким? А сама ты бы, вот если бы ты была работодателем, тебе пришла девушка, 4 записи, вот тебя смутила бы? Ну, я всегда, ну, я думаю, что не смутила бы, если я его спросила, почему, если у него были бы обходания, там, у всякого же бывают разные обстоятельства. Это же как бы это изменить. А Юра, а у вас в молодежном центре бывают какие-то, знаете, курсы профессионального мастерства, может быть, вы какие-то по профессии новые осваиваете или что-то у вас есть? Ну, у нас конкурсы профмастерства регулярно, да, регулярно проводятся, в прошлом году это был лучший по профессии водитель и лучший по профессии повар. В этом году у нас аналогичные конкурсы запустились. Поэтому есть, да, есть, есть такие. Ну, насколько я знаю, люди очень не хотят идут на эти конкурсы, но это не ваш минус, самих людей очень трудно заставить, да, особенно молодые водители идут плохо, вот повар, насколько я знаю, были проблемы тоже, да. Ну, может быть, как-то стесняются просто-напросто показать свои какие-то навыки, потому что я еще помню, когда вот во времена моего студенчества, у меня просто параллельно, у меня брат младший есть, он буквально на год младше меня, вот, и он учился как раз-таки в профессиональном училищном по профессии повар, вот, и для них, может быть, молодежь просто изменилась, потому что брат у меня, например, с удовольствием участвовал в различных конкурсах профмастерства и состязался даже не на равных, а лучше, был лучше поваров там крупных компаний, то есть, которые со стажем и поездили, а он, тем не менее, занял первые-вторые места регулярно. Поэтому, может быть, дело в молодежи, просто нежелание как-то проявить себя, показать, что там ты какой-то классный, а может быть, потенциально тебя уже на этом конкурсе приметит какой-то работодатель, он скажет, о, какой классный парень, уже показывает, что знает какие-то, какие-то блюда, почему бы его не взять себе. Поэтому, я думаю, что молодежи активнее принимать в частных мероприятиях, возможно, уже, грубо говоря, продавать себя. Ну, сколько знаю, у вас еще есть курс молодых предпринимателей, да, по сельскому хозяйству тоже, да? Нет, по сельскому хозяйству, ну, по сельскому хозяйству как, то есть есть курсы по предпринимательству, а это и бизнес школы и так далее, и так далее. Вот, и в том числе, конечно, там есть ребята, которые поймут участие в подготовке сел, и, соответственно, ребята, конечно, в первую очередь на селе, это развивать сельское хозяйство. Поэтому, это говоря, поэтому тоже ребят накачиваем знаниями и так далее у нас все равно вот эти вот рабочие профессии которые были советское время так важны да так цены они сейчас не так ценится но никто ни один не сказал что хочет работать поваром по специальности да вот мы проводили тоже просто никто не сказал хотя у нас вакансии везде висят и требуется этим делать я даже трудно наверное ответить на этот вопрос действительно сейчас может быть время идет молодежь меняется конечно советская идеология это одно а сейчас мы все таки живем более демократичное время поэтому естественно люди стремятся более скажем так может быть чистому труду и получать и получать соответственно более хотя не всегда больше не получаешь и те же например электрики мне кажется ничем не меньше получаются чем те же например менеджера среднего звена поэтому а тем более когда у человека тот же электрики имеет просто с руками, то есть он, грубо говоря, занимается в своё трудовое время основное, а после работы ещё, грубо говоря, где-то шабашит, то можно получить, мне кажется, огромные деньги. И просто в сравнении никакой не впадёт те же менеджеры среднего звена. Юля, скажи, вот ты, например, пошла бы на такую работу, вот и на высокооплачиваемый, но она очень тяжёлая. Ну, тяжёлая в плане, да, физического труда. Нет, наверное, потому что вот молодёжь у нас не хочет, да, у нас вот уже всё, чтобы физический труд тяжёлый. Мне бы чё, смотря какая. Смотря какая, да. Смотря что подразумевать под словом физическое. Это же не камни, наверное, таскать. Мужики-то, конечно, не будут таскать, кто упадёт. Вот, знаете, я хотела, Юра, тебе ещё такой вопрос задать. Вот всё равно мы когда-то вот, да, закончим свою трудовую деятельность. Вот уйдём на пенсию, так скажем. Ну, нам об этом рано говорить, но смотри, я просто наблюдаю у людей вот разные точки зрения, да, вот кто-то выходит, ничего не заработал, ну, вот я свою маму сейчас имею в виду, да, но она отличная к народному просвещению, слава. Ну, она не здесь живёт, там далеко. Прими, там, зарплата намного ниже. Но человек не заработал материально ничего, но счастливый, понимаешь, счастливый, потому что он ушёл со званием, ушёл с благодарностью, там. Я говорю, мама, ну ты ничего не заработал, за 30 лет ты проработала директором? Нет, мне всё устраивает. Мне зачем эти, там, деньги, там, потому что я никогда не занималась, там, никакими махинациями, я всегда честно отработала. Но я ушла, меня проводили на пенсию, как, не знаю, как королеву, понимаете. А кто-то уйдёт и будет всю жизнь переживать, понимаете, что я вот ничего не заработал, угрызение совести. А кто-то, наоборот, нахапался. Признание никакого в обществе, да, но он всё время занимал руководящие должности. И, ну, признание никакого. Вот, Юра, что бы для тебя было? Ну, вы знаете, когда вот ты уже лежишь действительно старичком, какая разница, сколько у тебя денег? Ну, тебе зачем эти деньги нужны по-большому? То есть, вот, мне кажется, действительно, когда действительно твоя жизнь тихонько угасает, подходит к концу, мне кажется, нужно действительно ощущать моральное удовлетворение, когда ты смотришь на свой жизненный путь, ощущать удовлетворение, что я был полезен, я был важен. И, в конце концов, ты посмотришь в окно, и ты чем-то сделал общество лучше. А деньги, кому они нужны в старости. Мы тут затронули тему полезности общества. Вот, Юля, тебе вот важно быть полезным? Что ты что-то сделала для окружающих, даже в работе? Да, мне важно. Хочется, нет, я хочу оставить свой след жизнью, чтобы, как бы, говорили, помнили. Ну, зависит, как бы, если мне это было бы не нужно, не важно, то я бы не участвовала бы в общественных мероприятиях, не состояла бы в общественных платах, и не там, ничем бы не занималась бы. Не там, ну, допустим, я танцую в народном Ленинском. Мне это важно. Ну, то, что я сравняю традиции своих предков, которые когда-то танцевали. Все-таки материальная часть для тебя, не такая уже, да, первостепенная? Ну, как бы, работа это работа, а общественная деятельность, то есть, работа это одно, а другая общественная деятельность, там, и танцы, и все, чем я занимаюсь, это уже другое. А что ты вот хочешь, например, приобрести? Ты говоришь, что сейчас у тебя хорошая зарплата, да? Какие цели вот материальные ты ставишь на ближайшее время? Ну, я сейчас задумываюсь по поводу квартиры, потому что я снимаю, и вот скоро уже год, да, как я закончила, и я столько денег отдала, непонятно кому за съем квартиры, и получается, и все. Потом, то есть, я отдала, так у меня ничего не останется. И тихонечко уже нужно задумываться, чтобы копить на квартиру, либо взять, как все, ипотеку. Кстати, наши вот бабушки и дедушки, они не задумывались, да, в 20 лет иметь квартиру, Юра? Кто думаешь по этому поводу? Да, действительно, не задумывались. Там, ютилисты в коммуналках, и по 50 детей, и были счастливы, конечно. Все-таки для тебя вот важно вот такая честная, да, счастье. Все-таки вот можно быть не, там, не миллионером, да, не, там, на высоко оплачиваем работе, но все-таки быть счастливым, полноценным. Мне кажется, сейчас вот это вот важно для молодежи, потому что у нас сейчас на первый план выходит материальная ценность, понимаешь? То, что ты там диссертацию или какой-то доклад защитил, это никого не теряешься. Если ты пришел с новым телефоном, это за месяц все. Вот я это на 100% знаю. Такие есть, такие есть, да. А как-то вот есть у вас в центре какие-то, может быть, семинары с целью, чтобы возрождать вот эти профессии, да, которые у нас постепенно-то становятся невостребованы, умирают? Ну, знаете, есть такое направление, которое мы, наверное, начинаем, не начинаем, вернее, с прошлого года начали развивать, это клубы технического творчества. То есть у нас есть ребята инициативные, которые занимаются именно, работают руками, что-то варят, сваривают, что-то перебирают. Сейчас пытаемся под это дело. То есть, вернее, знаем, что в Ленинском профессиональном училище тоже организовался клуб технического творчества, и мы хотим, собственно говоря, объединить наши усилия и где-то что-то совместно делать. Вот так что мы пока пытаемся вот именно в таком направлении пока работать. Да. Юра, еще вот есть у тебя какие-то примеры ребят, да, вот на твоем опыте, что вот они на самом деле, может быть, какая-то профессия не совсем привлекательная, да, для нас, но они вот хотят достичь успехов? Да, конечно, были. У меня много ребят, которые учились со мной и в школе, и в класса младше, прям у нас потоками шли ребята в Ленинском профессиональном училище. То есть плотники, автомеханики, электрики и так далее, и так далее. И кто-то себя замечательно ощущал на стройке, например, пусть и мороз, и так далее. То есть он там занимался строительством, кстати, дома, которые раньше строили, смо. То есть они себя замечательно ощущали. Кто-то достигал цели, то есть становился мастером, например. То есть были такие... И счастливы в своей профессии, и ему комфортно. Конечно, комфортно. Вот когда тоже разговариваешь с простыми людьми, да, всю жизнь работала воспитателем, да, там, 50 лет. Но и они гармоничны, понимаете. Для них они... Другую профессию они вообще не представляли себе. Для них это вообще лучшее, что могло бы быть в их жизни, да. И мне кажется, это вот немаловажно. Потому что... Такие сработают. Изнабить себя, да, и самого грязи, потому что я встречаю таких людей. Они все время ждут что-то от округа, от государства, что им не дало. Примеров множества, да. Мне кажется, нужно возвращать вот наша профессия, возрождать интерес к ним. Давайте обратим внимание на голосование. Все-таки карьерный рост важнее, да, чем у нас деньги. К сожалению, не вижу. Юра, огласите мне, пожалуйста, результаты. По-моему, 67 и 33. Да, 33 и нет. Все-таки у нас карьерный рост важен. Это нас очень-очень радует. Будем радоваться этому, да. Ну, Ирина, все-таки давай придем, да, вот выстроим твою цепочку, твою, да, пирамиду. Вот есть, кстати, пирамида Маслоу, да, наверное, знаете, что у человека он не может достигать каких-то высоких целей, не имея материальной ценности. Но когда он эту ценность материально достигает, у него возникает потребность в духовных. Ну, можно соглашаться, не соглашаться, можно жить и в беноте, и тоже быть духовным, да, человеком. Юля, ну, карьерный рост для тебя, что это такое? Кем ты хочешь стать, да? Вот ты говоришь, полезность, хочу быть в обществе, да? А в чем ты можешь? Вот твой труд, где он может пригодиться вот на сегодняшний момент? Что ты можешь делать? Или чему ты научишься в ближайшее время? Я думаю, пригодиться в общественности, потому что, как бы, больше времени, ну, половина времени у меня уходит на общественную деятельность. И мне интересна молодежная политика, сама политика. Потому что не зря тоже этим интересуюсь. И, ну, как я сказала, то, что работа, хотя я работаю не по своей специальности, и она, ну, я не могу сказать, что она прям, я влюблена в свою работу по уши. Устраивает, работаю, работаю. Ну, то, что я делаю, как бы, мне это приносит удовольствие. Приносит, да? Ну, да. Бывает такое, что вот одно и то же, одно и то же. Да, бывают такие моменты, когда ты сидишь, да, и думаешь, вот, как бы, и задумываешься, неужели я буду всю жизнь сидеть так? Ну, по-разному бывает. Юра, вот твоя миссия, вот как ты думаешь? Вот ты, ты вот сейчас можешь сказать, что вот ты что-то вот хорошее уже сделал на сегодняшний момент? Ну, я думаю, что да. Все-таки я курирую вас на такое направление, как добровольчество. То есть вовлекаю молодежь именно к добровольческой деятельности. Она бывает абсолютно разной. То есть твоей помощь детям-сиротам, детям, которые имеют ограничения по здоровью и с ветеранами Великой Отечественной войны работают. Так что я думаю, что все-таки, наверное, что-то я все-таки сделал. Юра, вот ты сказала, вот для меня важно материальные ценности, да, вот тоже немаловажно. А вот ты вот озвучил, что я хочу это, я хочу это, я хочу это. А вот родители или кому-то помочь? Вот было у тебя такое? Ну, безусловно, да, у меня брат учится в колледже, живет в общежитии, я ему помогаю. Помогаешь? Ну, как бы, да, у меня четыре брата, как бы, и каждый. Все-таки ты не оставляешь их без них? Ну, конечно, как же я могу оставить своих там родных, близких? Как бы для меня не важно, если там, что-то, если деньги-деньги, для меня это не важно. Ну, как сказать важно? Для меня важно, чтобы я смогла жить, чтобы у меня была крыша над головой, чтобы я смогла питаться чем-то, и чтобы я была одета во что-то. По идее, это как бы, если бы все говорили бы то, что мне не нужны, как бы, деньги, то, а как-то жить? Если было бы все бесплатное, то вот для меня было бы неважно. Тем более, нашим, я как сказала, то, что у нас в городе очень, сейчас, допустим, цены поднялись на продукты, это очень заметно. Цены у нас, ну, как бы, большие по сравнению с другими городами. Юра, а для тебя ближайшие планы на будущее? Для меня ближайший план – двигаться в том же направлении, дальше вовлекать молодежь, развивать идею добровольчества в муниципальных образованиях и расти личностно, вперед-вперед. Ну, я желаю вам карьерного роста, материальных благ, Юля. Спасибо. Это была программа «Полярное мнение». Все-таки жители округа ответили, что карьерный рост для них важнее, чем материальные ценности, и это радует. Встретимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова